Девочка Где принцесса? Где мамина девочка? Где мамина семечка? Становись! Молодец! Ты молодец? Ты молодец! Упля! На шпагат тоже села моя девочка Садись на меня Эй! Мортизка маленькая! Мортизка маленькая! Мортизка маленькая Мортизка маленькая Да, да Мяу 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 Там принцесса тоже. Она научилась кричать. Кричит теперь постоянно. Папа у нас всегда в телефоне. Занятой человек. Сегодня опять приходили родственники. Бабуля, Золовка и зять. Доча как никогда вела себя прилично, даже дала себя потискать. Взрослеет, видать? Синуля занят. Ой, слышите, да, как принцесса покрикивает? Если она увидит, что я ее буду снимать, она замолчит. Лучше не снимать. Главное, чтобы она сейчас меня не увидела. А то перестанет играться сама собой. Я только люблю наблюдать за тем, как она покрикивает, болтает. Опять начала пальчики сосать. Но раньше она сосала один пальчик, как соску. А теперь она засовывает в рот несколько пальчиков. Маминя принцесса. Я ее замучила сегодня. Играла с ней столько. Еще бабуля позвонила. Мы по видеосвязи болтали. Она сегодня устала от внимания. Потом другая бабуля проходила с тетей. Внимания у нее сегодня было очень много. Лежит, кайфует. Привет, мои хорошие. Лежу вот тут у Зули в комнате. Почему у Зули? Потому что детки заняли спальню, нашу кровать. Лежали там и уснули. Оба, представляете, на кровати. Я не стала их тревожить. А прилечь-то хочется. Пришла к Зули в комнату. Легла. Тут аромат цветов со всех сторон у нее. Красиво жить не запретишь. Вон букет там. Букет здесь. Этот у нее, правда, подсыхает уже, но все равно. Я же говорю, поклонники одолели бедную нашу Зулечку. Как она отбивается от них, не знаю, не знаю. Тут ее всякие дизики, кремики. Сама Зулечка на кухне. Завтракает она или что там, я не знаю. Я только позавтракала. Погода у нас сегодня неважная. Неважно, я ее покажу. Ну, такая. Солнца нет. Дождь был вчера весь день и, по-моему, ночью тоже. Так что, сегодня мы дома, наверное, или, может быть, к вечеру выйдем. Бить нельзя. Аслан, бить нельзя, девочек. Да, да. Какой ты грубиян. Посмотри, какая она нежная-нежная. Он хочет с ней играть. А это барыня. Принцесса. Зехра, ты не играешь с братиком? Она только позволяет иногда себя трогать. Если у нее есть настроение, видите, ей без разницы, он ее трогает или нет. Ну, если ей вот что-то не понравилось, все, будет ор. Аля. Аслан, ты солнышко, мамин? А вот, мамины, два солнышка. Да. Два птичика, маминых. Аслан, не играет, да, сестеринка с тобой? Нинти, чуть-чуть, подожди, чуть-чуть осталось. Зехра, что происходит, мамина? Что происходит, а? Что братик пристает к тебе? Что он пристает? Скажи, как достали, слушай, всех. То папарацци, то братик, то мама, то папа. Ой, все, ушла. Короче, весело нам. Так, ей уже начинает надоедать, видите, она хочет свою руку убрать. Да, мамина, да. Послезавтра у нас прием у невропатолога, наконец-то, 15-го числа. Так. И все. Вот сейчас, если ты туда повернешься, головой стукнешься. Зехра. Ай, маминя. А, птенчики, да, вы? Зехра, ты знаешь, как мама тебя люблю? Ты знаешь, как мама тебя люблю, солнышко? Знаешь? Не знаю, ты даже не представляешь. Аслан. Аслан. Очень занят. Аслан, а ты знаешь, как мама тебя люблю? Да ему вообще пофигу. Он знает, что все его любят. Мамина. 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 Мамина, солнышко. Мамина, любовь. Ты, мамина, любовь? Да? Да, моя красавица? Да, мамина девочка? Ай, там мужичок занят. Аслан. 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 Все, тебе там некуда перевернуться. Да, не получилось. Там подушка мешает. Ой, да. Сейчас маму уберу ее. Привет, привет, мои хорошие. Вы знаете, я всегда говорю про закон бодности. Его никто не отменял. Он существует на самом деле. Почему я так говорю? Обычно мои дети днем дома не спят. Ну, или, может быть, сын заснет и все. Это обычно. Сегодня же папа наш дома. Он ходил с утра к зубному врачу. Он начал лечить зуб свой. И после пришел домой и весь день дома. Приводит чувство свои десные зубы. Вот. Весь день дома он лежит, отдыхает, естественно. И вы не поверите. Весь день дочь проспала. Это просто нечто. Сын тоже, кстати, спал сегодня хорошо. Они оба спали. Со стороны это выглядит так, как будто бы они у меня постоянно днем спят. Такие прям милашки-милашки. А вечером муж приходит, и я ему рассказываю байки, что типа днем они совсем не спали. Точнее днем она совсем не спала. Вот так это выглядело сегодня. Сейчас тоже они оба спят. Оба. Представляете? Вот так вот. Закон подлости на самом деле. Вот. Сегодня у нас такая пасмурная погода была. Никуда не выходили. Завтра мы идем на прием к невропатологу наконец-то. Прием у нас в 18.30 вечера. Не знаю, почему так поздно. Видимо, потому что все забито. Сегодня нам позвонил врач. Ну, точнее, помощник. Наверное, я не знаю. Не уточнала по телефону, кто это был. Разговаривала я. Позвонила к мужу на телефон. Разговаривала я. Потому что мы уже не в состоянии разговаривать. Позвонила, уточнила. Будем мы на приеме или нет. Пойдем или нет. Конечно же пойдем. А если будет возможность, я обязательно сниму. Потом расскажу, что почему. Даже не знаю, сколько стоит прием. Вот так вот даже не спросили. Представляете. Как выставят нам счет 1000 лир за каждого ребенка? Не удивлюсь. Потому что это опять-таки частный кабинет. Там страховка не действует. Это не частная клиника. Чтобы мне девочки написали, что вот мы тоже в частную ходили в частную клинику. По страховке заплатили 50-60-70 лир. В частном кабинете именно страховка не действует. Так. Тут у меня варятся эти пельмени с картошкой. Они были в морозильнике у меня еще с тех времен, когда я была беременна. Сегодня наша Зулечка порезала палец. И ужин у нас вот такой. Холостяцкий. Наша мама сегодня болеет. Я нарезала зеленый салат. Кстати, у меня часто спрашивают, что в ходе есть зеленый салат. Зеленый салат. У нас обычно входит все, что есть в холодильнике. Листья салата. Здесь кирсалат. Я не знаю, как у нас в Дагестане его кирсалат называют. Рукола. Здесь укроп. Зеленый салат. Все, что у вас есть дома и зеленое, я все закидываю. Поэтому я называю его зеленый салат. А еще туда можно, в принципе, огурец тоже часто нарезаем, но сегодня не стало. Еще можно туда помидорчик, можно болгарский перец. Все, что вы хотите. Вот это и зеленый салат. Вот такой у нас сегодня ужин. Все. Открывайте на этом. Всем здоровья. Берегите себя. И любите. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok